Вот демонстрация, 78-й год, 1-й майский. Катушки с киноархивами Валерий Иванович разбирает бережно, с трепетом. Ведь это не просто метры плёнки. Здесь история городской жизни. Уникальные кадры посёлков, в том числе и Старокомышинска, в котором в советское время появился первый в Копейске кинокружок. Но начал снимать Валерий Иванович ещё до этого, во время работы на обогатительной фабрике. У нас появился в магазине камера «Красногорск». А в то время я был секретарем партийной организации на фабрике «Освобождённым». Я к директору. Он оказался человеком прогрессивным, Михаил Петрович Галкин. Я говорю, Михаил Петрович, надо камеру взять. Он говорит, зачем мне, как, зачем мы будем снимать жизнь в фабрике, работу коллективов, как отдыхаем. Даже в те времена жизнь кипела, стадион кипел, бурлил. У нас была классная футбольная команда. В общем, я его уговорил, купили 450 рублей. Это по тем временам были деньги. В первое время начинающий кинолюбитель снимал главные события фабрики. Затем подшефные школы. Так родилась идея работы с детьми. И в Старокомышинске был организован филиал станции юных техников, который потом стал настоящим киноклубом. Мы снимали фильм о торговле, о культуре. И вот фильм о правовой дисциплине в городе Копейске. Мы снимали товарищи суды, народные дружины. Мы снимали ГАИ. Ну, тут у меня уже мускулы были уже накачанные. И мы его показали на сессии. Он минут 40 был фильм. Ну, и, видимо, на сессии присутствовал зам прокурора области. Когда он посмотрел, он к нам с Дугиной, это заведующая оргадела, Антонин Евгений, он к нам бросился нас обнимать. Говорит, ребята, это, говорит, шедевр. Вы его сняли, молодцы. Готовые фильмы показывали во дворце угольщиков. В то время там еще работал кинотеатр. Чтобы повышать квалификацию, Валерий Иванович вступил в областное общество кинолюбителей и начал посещать обучающие курсы. У нас семинар проводили со Светловской студией документальных фильмов. И вот этот режиссер говорил, мы, говорит, любители, но подход у нас должен быть профессиональный. Ну, экран-то настоящий, изображение настоящее, и тем более зрители, они же находятся в состоянии ожидания. И ожидания зрителей всегда оправдывались. Старокомышинск стал городским центром кино и радиокультуры. Нам областное радиовещание дало 30 минут своего времени в поселке. Никакому поселку не дали, дали только нашему поселку и нашему клубу. И мы опять были первыми в этом деле. Мы приглашали с Валерием Ивановичем лучших людей поселка. Мы приглашали, значит, орденоносцев, шахтеров. Мы приглашали сюда награжденных орденом Ленина товарищей. И в конце концов, что мне очень отрадно, мы работали для жителей поселка, то есть это были поздравления. В ответ жители поселка дарили кинокружку необходимую технику. В студии было не только все самое необходимое для процесса, но даже современные новинки. Сейчас от былого изобилия остались только воспоминания. У нас здесь располагался 16-миллилитровая камера, ой, проектор, но оно 16 кадров. Здесь также у нас располагался этот стол, где озвучивали. Здесь у нас эпидиодиоскоп был. Здесь 8-миллилитровая камера. Многие фильмы Старокомышинской киностудии получили областные награды. Члены жюри отмечали превосходство картинка печан над работами челябинцев. Наступил 91-й год. ГКЧП, ну и за ним все прочее. В конце концов, Союз рухнул. Ну и все эти любительские фильмы, вернее, студии, просто-напросто никому казались не нужны. Ну, те, кто более-менее был богатый, образно говоря, конечно, мы еще это пурхались. Никто нами не интересовался, никто нам заказы не делал, никто нас не приглашал. А потом вот в документы, тоталистику, в телевидение ворвалось видео. Безусловно, противостоять видео в пленочное кино было не в состоянии, однозначно. В итоге в 2002 году детскую киностудию в Старокомышинске пришлось закрыть. Но даже спустя время интерес к любимому делу у Валерия Ивановича не угас. После интервью он с удовольствием рассмотрел наше оборудование. И хотя со времен его последнего фильма, снятого на черно-белую пленку, техника ушла далеко вперед, профессиональный кинолюбитель попробовал с ней разобраться. И еще раз посмотреть на мир через объектив теперь уже телевизионной камеры.